В этом влоге будет сборная солянка всего, что со мной происходит в жизни в Париже. Мероприятие, моя работа, учеба, я вам все буду показывать. Сейчас выхожу с мероприятия Lancôme, мне сделали просто потрясающий макияж. Покажу вам здесь тоже вставочки. Я уже второй раз была приглашена на это мероприятие, на Евгеньевских полях, в флагманском бутике. Сюда приехали все известные международные визажисты со всего мира. У меня, в общем, делал макияж девушка из Австралии, Лора, и, в общем, это просто супер. Они презентовали свою программу диагностики по уходу. Вот, так что я сейчас бегу, потому что я уже опаздываю на танцы. Вот, немножко, может быть, тоже вам что-нибудь поснимать. Кстати, Париж начали убирать в 16-м, наконец-то. Убрали мусорки. То, что было, я вам покажу. Здесь ставлю фотографии и мои видео, которые я снимала. Сейчас, как видите, уже возле Nightmorph нет такого склада, хотя все равно немного мусора старается. Но это даже не сравнение с тем, что было. Перед тем, как на танцы прийти, я всегда еще делаю такую разминку в форме этой лестницы, потому что она очень длинная и крутая. Так что, в общем, бежим, 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 бежим. Всегда здесь куча красивой музыки, людей потрясающих. Ну и мои танцы любимые, конечно. Вот я не знаю точно, что там было. Готовим мы концерту. Танец с Дашей и Санечкой, нашей любимой. В июне будем выступать. Если сможем, конечно. Я снимаю влог на YouTube. Все, мы едем домой спать, потому что время 10 вечера, и мы все устали. Всем пока. Всем доброе утро, Парижская. Я сейчас проснулась и собираюсь снять кучу всего, потому что для рилсов нужно постоянно снимать. Собственно, я подготовила здесь несколько аутфитов и покажу, как работают аутфиты с аксессуарами и без аксессуаров, насколько они важны. Сегодня у меня по плану было обрезать челку, что я успешно и сделала. Обычно это выглядит немножко странно и нелепо, но в итоге результатом я почти всегда довольна. Я люблю, когда она прям покороче-покороче, потому что она так лучше ложится, лучше укладывается. Мне как-то её проще так вот распределить, когда она не попадает на брови, так как-то лучше видны брови и глаза, на мой взгляд. Кстати, я попробовала наконец-то свою рутину от Davinas, и я просто в таком восторге. Волосы так вкусно пахнут даже на второй день. Очень красиво ложатся, и просто я обожаю. Советую вам на 100% всю рутину, особенно эту линейку, которую тоже вам здесь покажу, как она выглядит, советую от души. Вау! Это вот так красиво. Смотри, бывает. По-прежнему, как и штативом работает. Спасибо, это уже неплохо. Мы пришли в гости в шоурум нашей замечательной дизайнеры, которая зовут Эльвина. У неё шоурум в Париже. Мы были на прошлой неделе с девочками на открытии и на новой коллекции, на запуске. Очень красивые здесь вещи. Мы тут всё перемерили. Я вам здесь ставлю видео с примеркой. Вот, и сейчас мы ждём нашу клиентку для шоппинга, для стиля. Как раз-таки, чтобы с ней поработать, что-то предложить для её гардероба. Познакомиться. Вот. Ну, конечно, всё в очень приятной атмосфере. Я просто... Никто тебе не собирается стрелять. Стрелять просто сегодня шикарная. Наш дизайнер, архитектор и просто красавица. Что-то решила, знаете, уже как всё сожрали. Поэтому и есть эстетика. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Только что вышла за спектаклем. Конечно, больше для детей. Такие фокусничества. Но очень красивые костюмы. И это была дочь, четвёртая дочь самого Чарли Чаплина. Её зовут Виктория Чаплин. И она, конечно, очень мощная такая в плане владения своего телом, потрясающие костюмы, смена декораций. В принципе, мне понравилось. Спектакль не затянутый. Поэтому вообще для детей, мне кажется, супер. Там такой был какой-то мальчик, который постоянно смеялся. Очень так задорно. И это было весело. Театр называется Дюхон Фон. Он находится возле Ильсейских полей. Очень милый театр. Здесь, в основном, современные пьесы. И также здесь есть внизу очень неплохое кафе. Недорогое. И много места очень такое уютное. Всем доброе утро. Мы с девочками отправляемся сегодня на один выходной в Тавиль на машине. Сейчас заехали на заправку выпить кофе. С нами причём не только девочки, Венчер, но ещё и. Но с нами ещё и прекрасный Винни. Это собака Женя. Женя ушла в туалет, но я вам тоже её потом покажу. Девчонки, кушаем. Ладно, красиво и так. Знаешь, как красиво с этим солнышко. Один потрясающий магазин. В Трувиле, прямо на входе в город. Антикварный магазин. Здесь очень много предметов интерьера разных эпох, в том числе ампир, барокко. И очень много мелочей. Также здесь есть несколько красивых предметов тоже для декора стола. И бежу. И Лиза там уже мерит какой-то красивый чокер, потому что мы фанаты тоже виндажных украшений. Вот в этой витрине эпохи Наполеона Третьего. Красивый вот этот чокер, который она меряет. Безумно. Посмотрите, какой красивый пепитр. Для Жули мы тоже посмотрели. Прям безумно красиво из дерева выглядит. Сюда можно ещё свечки поставить. Будет очень красиво. Здесь просто потрясающий вид. И мы прямо возле Атлантического океана, возле Ла-Манша. Идём гулять. Кстати, именно в Довиль Шанель, как умная коммерсантка, открыла бутик. И как раз таки предлагала удобную одежду для пляжа. Вот. Так что тут такая историческая достаточно места. Также принцесса Трубецкая. Здесь София Сергеевна, которая принадлежала тоже к русской аристократии. Единственная проблема, что когда вы в компании, потом ты всё время опаздываешь. Потому что ты ещё снимаешь. А, нельзя ушли. У меня, на самом деле, даже жирковато. Но я думаю, возле моря будет прохладно. Потому что там обычно очень сильный ветер. И такая погода вманчивая в Нормандии. Маст-визит для того, чтобы поесть в Трубиле. Это большой рынок, на котором можно купить столько, что выловленные из моря морепродукты. И тут же сразу поесть на столах вместе с вином. Цены здесь достаточно приятные. Поэтому здесь есть всё, что душа пожелает. И устрицы, и крабы, и гамбасы. В общем, мы приехали, на самом деле, ради этого. В этом рынке вы можете заказать креветки или гамбасы на гриле. Вот, нахуй, распринесление очень вкусно пахло. Выглядит, конечно, просто безумно вкусно. Какая тут красота. Каждый домик разный. И очень красивый. Девочки уже смотрят ценную движимость. Ах, если бы тут купить. Но, действительно, здесь стоит того, чтобы купить. Мы сейчас находимся в Давиде, в центре города. Здесь такая тоже коммерческая улица со всеми бычками. Премиум и люксом. Очень красиво. Просто, девочки, мы сюда приехали. Был отлив, поэтому море достаточно далеко от пляжа. Ну, оно здесь всегда далеко, но прямо сейчас особенно, потому что вся вот эта вот полоса обычно в воде. Выглядит тут просто невероятно. Девчонки снимают контент. Вот. И уже такой закатный красивый свет, мягкий. Мы очень довольны, потому что обычно здесь гигантский, сильнейший ветер, который у меня обычно болят очень сильно уши. Но сегодня настолько приятная погода. И могу сказать, что прям жара. Но у меня, кстати, сгорело шея. У меня всё здесь красное. Потому что пока мы сидели, обедали на солнце, у меня, естественно, всё быстро очень покраснело. Но я очень всё равно довольна. У меня проваливаются здесь ноги, потому что мокро. Ну, я всё равно очень счастлива, потому что очень красиво. Винни! Винни! Что такой красивый? Первый раз на море человек. Первый раз видит море. Молодец! Где твоя мама? Ты только иди в твою мать. Очень вкусно. Выгляни обратно. Позже помидор. Маку бабушки, помидор в воде. Просто... Чего ты? Счастливается. Захерач. Второй раз видит море. Спасибо вам большое. Доброе утро из Парижа. Я сегодня иду убирать наконец-то себе очки для зрения, так как у меня снова упало зрение. Если хотите, кстати, чтобы я рассказала эту историю, обязательно пишите в комментариях, потому что я делала себе уже опираться на глаза. И, к сожалению, у меня солнце опадает зрение, поэтому это скорее всего из-за того, что я очень много работаю, сижу в телефоне, в компьютере и так далее. После того, что я теперь хожу в линзах, и сейчас я иду выбирать себе наконец-то хорошие очки с диоптерами, я хочу дать сразу солнечные, плюс чтобы они были с зрением корректирующие. Я выбрала вот такую вот оптику, она называется Atelier Lu, они есть в 17 округе и в 11. Вот, я здесь закажу, посмотрю, сейчас выберу вместе с вами, и потом дождемся, потом я их уже сделаю. Тут очень большой выбор, чтобы мы с вами сейчас смотреть. Я выбрала. Я сейчас приехала на работу снять то, что мне нужно для интернации, и потом я еду наконец-то на дренажный массаж по свой спам. Вот, у меня, кстати, от меня есть 20-поцентная скидка, я с вами поделюсь. У меня еще что-то разложилось в сумке, и мне пришлось положить, сушиться свои фуанты на батарею, потому что вечером у меня танцы, а в мокрых, естественно, танцевать нельзя. Надеюсь, что они успеют высохнуть. Может, с этим лучше? Очень горячие батареи сломаны. Просто удивительно, насколько быстро в Париже все зазеленело, буквально за два дня. Все такое красивое. Я в своей любимой новой кожанке, натуральной, первой, можно сказать, в жизни бегу в спа, потому что уже опаздываю. Сейчас будем делать дренажный массаж и массаж лица. Просто это любовь. Это моя самая любимая процедура для всего просто и от всего. Спа находится прямо напротив Эфилевой башни, и здесь делают очень классные уходы не только массажей, но и уходы, использующие аппаратную косметологию, типа радиофриканса, микропилинга и так далее. Я это очень люблю, много раз делаю, и именно так поддерживаю свою кожу хорошей. Мне кажется, как и у большинства русскоязычных людей, это 16-й. Мне здесь всегда очень спокойно, очень хорошо. Кстати, посмотрите на мою кожу после массажа. Если честно, очень классный эффект. Я прям тут же увидела, насколько у меня сдулся живот, потому что он был прям дико воспалённый, как будто бы опухший. И сейчас прям я чувствую себя даже намного легче, приятней. Буду продолжать, хочу сделать курсом прям дренажный сейчас массаж. В ловле спа от меня есть скидка 20%, поэтому если в другой париже идти, в ровно тебе в уходы, массаж, пожалуйста. Вот, ну и много спорта, много воды, небольшую диету, меньше алкоголя. Ну и курс массажей всегда хорошо. А я сейчас подхожу в гости к своей подружке, помогу ей разобрать её гардероб, и ещё мы будем рисовать. Скорее всего, я вам ещё не рассказывала, но я начала рисовать Маслом, Макреевым. В общем, она у меня архитектор и дизайнер, поэтому я решила, что почему мне воспользоваться её очень добрым жестом. И так как она согласилась со мной немного порисовать, я теперь рисую вместе с ней. Как всегда, уже опаздываю, но бежим. В целом, кататься-то в гардеробе весь мой, не срать, что вкусно. У нас тут всё нужно, у нас тут атмосфера была. Моя прекрасная няня, собственно, мы сегодня немножко продвинулись. И это уже какой-то третий раз мы рисуем, да? Третий раз. Вот, ну ещё тут много чего надо сделать красиво, но мне нравятся цвета очень. И сам процесс, конечно, тоже. Так, ну вот, самый главный у нас актёр и персонаж этого видео — это Виня. Так, мы готовим с вами вместе обед. У меня тут креветки, которые я привезла из Далиля. Я хочу сделать небольшую пасту, его с каким-нибудь вкусным соусом со специями и с зеленью. Так что покажу вам сегодня это. Я добавила оливковое масло. И мы здесь-то очень будем делать, потому что креветки не очень любят, когда я долго жарю, варят и так далее. Ещё я покупала вот здесь вот такая вот у меня соль с кориандром. Я покупала в Альзасе, в кальмаре. И мне она очень нравится тоже для того, чтобы она сочеталась с морепродуктами и так далее. Вот. Она не очень солёная. Тут больше специй, чем самой соли. Поэтому я добавляю прям много, она добавляет прям такого приятного-приятного вкуса. Чесночок свежий. У меня ещё есть вот такая вот миленькая маленькая тёрочка, и на ней как раз я сделаю зубчик чеснока. Запах уже просто потрясающий стоит. Это петрушка, я её покупаю в Пикаре, таким большими пакетами. Её очень много хватает, и она уже порезанная, и она прям реально очень насыщенно вкусная. Мне прям она безумно нравится. Плюс в Пикаре продаются овощи, фрукты и продукты шоковой заморозки, которые не теряют витамины и полезные ингредиенты. Поэтому я очень так люблю. И также добавляю сыр пармезан натертый для соуса, чтобы он был более густой и более сливочный. Можно, конечно, по желанию ещё добавить какой-нибудь базилик, либо шпинат. В соус будет тоже очень вкусно, так как у меня нет, я делаю с того, что есть. Вот, на пожелание можно сделать всё, что душе угодно. Главное, чтобы все продукты были свежие, качественные. Вот, конечно, такие креветки с самого моря. Это роскошь в Париже. Скажет вам всегда тоже, тут как тут, как только начинает готовить, садиться на барную стойку, начинает всё рассматривать, потому что, конечно, всё ей пахнет креветками, вкусняшками. Ну и вот такое блюдо получилось в результате. Я добавила сюда ещё сверху сыр, потому что так вкусно. И ещё больше зелени, и ещё больше сливочного соуса. И всё хорошенько перемешала, чтобы оно всё пропиталось консистенциями друг друга. Вот, получилось очень вкусно. То есть, Жюльчик, ты любишь? Очень вкусно. Во Франции Пасха была полнедели назад. Православная будет на следующей, точнее, на этой неделе, в следующие выходные. И Жюль мне подарил вот такое большое яйцо. Не знаю, знаете вы или нет, но во Франции католическая Пасха такая традиция, что обычно детям дарят яйца, либо их распыляют, точнее, распыляют везде по саду и заставляют их искать, и играют в такую игру. Вот, в общем, Жюль купил мне вот такое гигантское яйцо. Не знаю, что я как бы хочу сидеть на диете. Вот. Но оно выглядит очень вкусно, потому что оно от хорошего шоколадье местного. Так что я думаю, по чуть-чуть, прям помаленечку я буду его есть теперь целый год. Просто оно выглядит очень-очень большим. Из молочного шоколада. Уля-ля. Прикол, в общем, оно было не соединенное как бы сильно с двух сторон, сейчас посередине, и внутри. Тут еще куча всяких, очень вкусных конфетчиков. И леви. Скалить нельзя. Нельзя. Просто собралась на кровать, лежит. Что-то там у нас играет, потому что у нас за трепетицы. А я шью. Я смотрю сериал. Шью свои тренчи, потому что здесь мне не нравилось. Постоянно отваливается и смущается рука. Здесь, в принципе, то же самое было. Я здесь прихватила буквально. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...